Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Стой, стой, Вова, а то оторвем, ну уже подтянулась, стой, 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 надо кинуть, опусти, что там не хватает Вовы, да, надо всю ее подтянуть, давай, Паша, Вов, давай вместе, слышишь, Вов, встань пока, Вова, Вова, глянь, что сделаем, вот туда, иди в тот угол, И ты туда тянешь, а я сюда тяну, на Элю Николаевича вот так двигаю, а ты туда двигаешь, давай, приподнимаем и крутим, ты туда крутишь, а я сюда, вот так, шевелим, шевелим, вот, все, вы меня двигаете, все хорошо, лучше стало, нет? А если совсем чуть-чуть, не хватает, везде не хватает, а тут покажи, тут уже, нет, нет, не хватает, Вова, забивай, она подтянет, я вот просто уже, не порвать бы, давай в одну сторону, а потом будем тянуть в другую, потихонечку, Тихонечко, не сломать, что она не идет, не идет, не хочет, что не хватает, тупо ты натягиваешь, это ладно, а та-то натягивает, натянута уже, она сейчас уйдет, давай, а следующий удар, вот, следующий удар, вошла, Стоп, 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 ты сюда, не, ну, надо, нет, не так, Леонид, надо там еще раз, брать и тянуть, нам, с Вовой. Друзья, всем привет, вас приветствует компания Смаги, хотим представить вам нашу разработку, это автор-кодиум, Это очень легкая конструкция, у нас, как бы, была предыдущая версия, Металл, она гораздо тяжелее, но это, вот, такая облегченная версия. Предназначен он для демонстрации автомобиля, на выставках, в автосалонах, Смаги, связал заезжает автомобиль, и идет демонстрация, он вращается, как бы, перед зрителями. Скорость его регулируется, вот, его можно делать больше, меньше, Так же он может вращаться в обратную сторону. Теперь немного... От полуоборота в минуту. Да. Теперь немного о... До трех оборотов. ...технических характеристиках. Значит, высота кодиума составляет 3 сантиметра, 30 миллиметров. Супер тонкий. Вот, вращать, наверное, можно, как бы, не только, скажем, автомобиль, но и любой предмет. Вот, данная конструкция имеет диаметр 4 метра, вот, поэтому 5-метровый автомобиль сюда спокойно заряжает, вот, И такую конструкцию мы можем сделать практически любого диаметра, Михаил Павлович, вплоть до какого? Стоять в десять метров. Да. Нужно сделать такую конструкцию диаметром в десять метров, ну, и, скажем, вращать на нем, скажем, ну, небольшую баню, да? Да, или небольшой домик, вполне возможно, на нем, по каждому двумя, или флор, небольшую. Так, маленький. Держит он до пяти тонн, да? Да. Да. В районе пяти тонн, в районе пяти тонн на него можно грузить, и они спокойно будут вращаться. Так, ну, вес его мы когда потом разберем, положено или все взвесим, но в разводном виде, я думаю, что он будет весить где-то в районе двести килограмм, там, плюс-минус. Я не думаю, это расчетный вес. Вот, работает он, а вот, вместо двадцать вольт. И, что, значит, он очень быстро собирается и разбирается на месте для транспортировки, это, как бы, очень важно, если вы, например, приехали на выставку, там, в течение, там, двух-тех часов, там, его нужно собрать. Это мы вам потом сделаем первым. Значит, для того, чтобы его собрать, кладется подложка, да, ему нужно просто очень ровное место, вот, собирать его можно только на ровном месте, заранее подготовленное место, но больше, как бы, ничего не требуется, просто ровное место. Кладется подложка, кладется первый слой, потом кладется верхний оборот. Ну и вот, собственно, все. Дальше уже заезжает автомобиль. Сейчас мы вам это продемонстрируем. Да, ну-ка, естественно, в условии. В условии можно будет вывихать передо. Давай, пап. Так, нормально. Так вот. Так, ну-ка. Так. Так, ну-ка. Так. Так. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Друзья, места в ангаре у нас очень мало Поэтому нам приходилось все вымерять до миллиметров, чтобы во время вращения автомобиль вот здесь мог найти И здесь то же самое, у нас просто шпили как чат, здесь у нас материал лежит, поэтому очень точно все пришлось рассчитать на момент сборки подиума, ну и соответственно, когда машина заехала, мы тоже эти моменты рассчитывали Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Давайте на симптом давай. Это два оборота в минуту. Вот, давайте. Молодец. Нет, нет, 28 миллиметров. 28 миллиметров. Три сантиметра, ну да, 28 миллиметров. Высота входит. Да нет, тетрадь. Отор градусов. Орлuch крови. Третий этаж. Её бабушка так же прыгала на другой подъем. Но это скучно. Её мама. Бабушка? Нет, бабушка до этого. До первого. А-а-а. Нет. До этого Машки кто? Мать. Мам, Маня. Нет. Мам! Давай, давай, давай! Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, всем привет! Не буду сегодня просить ни лайков, ни подписки, но есть одна очень маленькая просьба. Напишите, пожалуйста, в комментариях свои идеи и предложения, где можно было бы использовать данный автоподиум, данную конструкцию. Потому что порой от вас эти предложения бывают неординарными и очень интересными. Хотелось бы их от вас услышать. Стоимость на сегодняшний день этого подиума составляет 950 тысяч рублей. Поверьте, это небольшая цена, потому что материалы, которые здесь используются, они достаточно дорого стоят. Ну и, соответственно, если это с НДС, то плюс 20%. Ну вот, собственно, всё, что хотел сказать. На этом у меня всё. Желаю всем удачи, здоровья и берегите себя. Всем пока! Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Дальше, если у тебя на месте, то, что ты знаешь, что быстрее на месте. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok